СПОНСОР ВЫПУСКА ТАКСИ ВИП ОСА выбирает ВИП. Присоединяйся. Сегодня 15 января, понедельник. Смотрите выпуски телеканала ОСА. В Ачинске появилась первая автоматизированная библиотека. Ноу-хау такое. Мне прям понравилось. Очень удобно. Покажем, как теперь ходить за книжками. Готовитесь оформлять налоговый вычет? Обязательно посмотрите, что изменилось. В рубрике «Справочник» дадим все разъяснения. Сразу две трагедии при катании на плюшках. Мальчик погиб, а девочка в реанимации. Подробности смотрите прямо сейчас. Сразу два ЧП с плюшками произошли за выходные. В Красноярске два подростка катались со склона в Зеленой роще. Рядом с самодельной горкой был обрыв. При спуске 14-летнего мальчика занесло, и он упал с 15-метровой высоты. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Склон засыпали песком и установили предупреждающие таблички. Еще один ребенок попал в реанимацию. В Еловом, это село под Красноярском, со стихийной горки на тюбинге катались две подруги. Плюшку подбросила, и 13-летняя девочка выпала, получив серьезные травмы. Ей уже сделали операцию. Теплосеть будет банкротить крупнейшей управляющей компанией Айчинска. Об этом телеканалу ОСА сегодня сообщил директор Валерий Овчинников. Речь о Центре управления МКД и Сибирском городе. По словам Овчинникова, обе фирмы с начала отопительного сезона перестали оплачивать коммунальные услуги, хотя в прежние годы таких ситуаций не возникало. При этом среди остальных городских УК должников нет. По сибирскому городу задолженность порядка 6 миллионов 800 тысяч рублей по Центру управления МКД, задолженность порядка 4 миллионов 100. Задолженность сложилась у нас именно в отопительный период, поэтому, учитывая тот факт, что управляющие компании навстречу ресурснику не идут, мы в настоящий момент подготовили заявление о признании данных организации банкротом, ну и будем, соответственно, направлять их в арбитражный суд. Заявления на банкротство пока без даты, уже направлены должникам и в мэрию. Ответной реакции, а точнее платежей, как утверждает Овчинников, теплосеть ждет не больше 10 дней. Ранее прокуратура уже вынесла представление в адрес руководителя этих УК за неоплату задолженности. Сегодня в управляющих компаниях Сибирский город и Центр управления МКД не смогли прокомментировать ситуацию, обещают дать свой ответ завтра. В Ачинские районе будет одна крещенская купель, в привычном месте у спасательной станции. Сооружатие ордань начнут в среду 17 января. Этим займутся специалисты с АТП. Как обычно, будет установлена и палатка для обогрева всех, кто пожелает окунуться в чулым. Также планируется обустроить место для переодевания. Для безопасности участников обряда будут дежурить медики и спасатели. Напомним, православный праздник Крещения Господни отмечается 19 января. Традиционно освящение купели начинается в полдень. А вот так срабатывает сигнализация на угон обычной книжки. В Ачинской библиотеке единственная и первая в городе заработала автоматизированная система. Как в супермаркете без оплаты, так и книгу из библиотеки теперь нельзя вынести без регистрации. По новой системе библиотека имени Чехова заработала с этого года. Прежде весь фонд отметили специальными чипами. Так, меточки считались. Всего прочитано две метки. А читателям теперь оформляют электронные билеты, а не бумажные формуляры. Современный пропуск в библиотеку похож на банковскую карту. В нем все данные посетителя и книги, которые выбраны для чтения. Читатели могут оформить выбранные издания с помощью библиотекаря или сами через станцию самообслуживания. На это уходит не больше минуты. Так, нажимаете личный кабинет. Карта читателя. Выберите действие. Проверяете фамилию, имя, отчество, ваша карточка. Выбираете взять. Положите книги на полку. В библиотеке свои часы пик по утрам и выходные. С электронной системой проще работать и читателям, и сотрудникам. Никак в детстве абсолютно по-другому. И пластиковые карты, как бы, ну, ноу-хау такое. Мне прям понравилось, очень удобно. Я пришла ребенку взять книжки почитать. То есть мы первый класс, но это полезно будет. Та же Незнайка на Луне с нашего детства. Ну и плюс он любит автомобили. Автоматизированную систему обслуживания Ачинская библиотека выиграла, участвуя в конкурсе. На модернизацию было направлено 2,5 миллиона рублей. Пока сотрудники осваивают новинку, но уже оценили преимущества электроники перед ручным поиском. Старший библиотекарь Наталья Князева говорит, только на детском абонементе около тысячи читателей. Столько бумажных формуляров приходилось переолопачивать в поисках какой-нибудь пропавшей книги. Теперь все просто и быстро. Автоматизация не просто упростила процесс выдачи книг для читателей, но также и какие-то внутренние наши работы стали нам даваться легче и быстрее. Достаточно одного щелчка мыши, чтобы найти книгу по инвентарному номеру вот в нашей программе «Ирбис», которую мы используем. И вся информация о том, когда эта книга выдавалась, кому, сколько экземпляров этой книги есть в нашем фонде, все это присутствует в этой программе. А раньше приходилось вот все искать в бумажных формулярах, потому что основная информация у нас, конечно же, хранилась вот в личных формулярах читателей. Бумажные документы также будут действовать, а электронные читательские билеты выдаются бесплатно. Наталья Сусанина, Алексей Любезнов, телеканал ОСА. Ачинцы могут сообщать о заметенных тротуарах на региональных и федеральных дорогах в диспетчерскую Ачинского ДРСУ. Горожане стали обращаться к нам в редакцию с жалобами на труднодоступность спуска на новом пешеходном переходе на шоссе Нефтяников в районе сквера в Привокзальном. Этот пешеходный переход, как и саму дорогу, обслуживает Ачинское ДРСУ. Летом здесь были выполнены работы по переносу перехода и оборудованию его по всем требованиям безопасности. О графике очистки тротуаров и спусков в этом районе мы спросили в Ачинском ДРСУ. Как такового графика нет, поясняет главный инженер Юрий Симоновский. Учистим по мере необходимости. Конкретной даты очистки нет. Возникает необходимость. Выезжает бригада, МТЗ, бригада дорожных рабочих и производит очистку этого пешеходного перехода и тротуаров. Дорожный мастер ежедневно делает объезд участков инфраструктуры. Ну и можем принимать и заявки. Дело в том, что диспетчерская служба работает круглосуточно. Поэтому если возникают какие-либо вопросы, ну либо замечания по нашей работе, готовы их всегда принимать. Телефон тоже круглосуточный 7 05 90 городской, либо есть мобильный 8 960 765 3197. К слову, сегодня подходы к пешеходному переходу очищены. Что касается тропинки, которая ведет к переходу через сквер, это уже зона ответственности городских служб, говорят в ДРСУ. В Ачинском ДРСУ напоминают, что Ачинцы могут и сами сообщать о необходимости очистки и других проблемах на региональных и федеральных трассах, которые обслуживает ДРСУ. Для этого нужно позвонить по телефонам диспетчерской, а не на экране. Отметим, диспетчерская служба Ачинского ДРСУ работает круглосуточно. Автомойка «Аврора» – новый современный комплекс для автомобилей любого класса. Мойка кузова и салона, снятие налета и битума, химчистка и нанесение защитных покрытий, воск, антидождь, кварц. Комфортное ожидание в зоне отдыха даже с детьми. Автомойка «Аврора». Улица Манкевича, строение 29. Телефон 8 923 321 13 21. Новый год – это время подарков. Подарите себе уют и комфорт с мебелью АКМК. Качественное обновление по доступной цене. КМК. Всегда удобно. Компания «Синт» представляет тариф «Интернет плюс телевидение» – 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр любимого видеоконтента на YouTube и ИВИ. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56 300. В крупную стабильную кампанию региональный оператор по вывозу и сбору ТКО ООО «Экотранспорт» требуется. Грузчики-сортировщики. Зарплата 25 000 рублей. Водители автомобиля 6-го разряда. Город Ачинск. Трудоустройство согласно Трудового кодекса. Сменный график. Все вопросы по телефону 574 23. Выпуск продолжит рубрика «Телеграф». Серия ДТП из 12 авто и пробка на трассе. Так началось с утра в районе аэропорта. Полицейским пришлось перекрывать движение и направлять все машины через Дрокино, чтобы разобрать аварии. По сообщениям СМИ, череда столкновения началась с водителя, который припарковался на обочине, но не включил аварийку. Пострадавших нет. В Ачинске новый эколог. Сегодня к работе в Центре обеспечения жизнедеятельности приступила Татьяна Молодякова. Несколько месяцев, как сообщают в пресс-службе мэрии, она будет работать в статусе исполняющей обязанности. Поэтому никакой официальной информации о ней пока нет. Бывший эколог Ольга Шалатонова проработала чуть больше года и уволилась по собственному желанию. Связаться с ней сегодня не удалось. На севере края закончилась полярная ночь. Она длилась 45 суток. Солнце для жителей выглядывает пока на час, но постепенно день будет пребывать. К апрелю установится привычный режим суток. А со второй половины мая на Таймыре начнется полярный день. 68 суток солнце вообще не будет уходить за горизонт. Экс-глава и почетный житель Ачинского района Юлия Щелканова скончалась на 1988 году. Она возглавляла район с 1975 по 1983 годы. При СССР должность называлась председатель исполкома. Это было время расцвета. Строились садики, школы, развивалось сельское хозяйство. Юлия Ивановна 10 лет была и депутатом Краевого совета. В 2012-м она написала книгу о тружениках-сельчанах «Пусть живут в памяти люди». На 95-летие Ачинского района она сама стала героем нашего сюжета. Мы записали ее воспоминания. Не было музыкальной школы. Ввели Малиновский дом культуры. Все есть. Музыкальной школы нет в районе. Я поехала в Край, в Край фенотдел. Значит, приехала. Фадеева Мария Петровна была. Умнейшая женщина. Я ей говорю, Мария Петровна, я открыла музыкальную школу. Так уже, нарочно говорю, я открыла. Как ты открыла музыкальную школу? Юлия Ивановна, ты что делаешь? Я говорю, а что делать? Дебятишек в Малиновске полно. Значит, очень много одаренных детей. А куда их возить? В Ачинск или в Красноярск в школу? Ну, короче говоря, состоялся такой вот у нас крутой разговор с ней. Она говорит, хорошо. Ищи в бюджете деньги, финансируй их сама до Нового года. А с Нового года поставим музыкальную школу в план и будем финансировать из края ее. Прощание с Юлией Щелкановой состоится в четверг, 18 января, в час дня, на Ленина, 22. В Ачинске появилась общественная палата. Окончательный состав ее сформировался на минувшей неделе. Она состоит из 15 членов. Их выдвигали некоммерческие организации, горсоветы и глава Ачинска. В палату вошли представители разных поколений, есть и новые лица. По сути, это будет совещательный орган для взаимодействия с властями. По аналогии с советами по ЖКХ, градостроительству, экологии, советам почетных жителей, ветеранов и предпринимателей. Члены общественной палаты будут работать безвозмездно, избираться на три года. На первое заседание соберутся 23 января, выберут председателя и сформируют план работы. Предварительно уже озвучены некоторые вопросы, решением которых хотят заняться общественники. Это подготовка к 35-летию со дня вывода войск из Афганистана и решение проблем с льготными лекарствами в аптеках. С января 2024 года увеличились налоговые вычеты, но только социальные. Также на их получение теперь действует упрощенный порядок. Это касается вычетов на оплату обучения, медицинских услуг, занятий спортом, страховых взносов по ДМС, добровольного страхования жизни и добровольного пенсионного страхования, а также на уплату добровольных пенсионных взносов. Теперь максимальная сумма для основного налогового вычета 150 тысяч рублей, а вычета на обучение ребенка 110 тысяч. Вернуть можно не все, а 13% от суммы, но максимально 19 500 и 14 300 рублей соответственно. Однако в этом году можно подать только на вычет за предыдущие годы, тогда будут действовать старые значения. Новые будут применяться к вычетам за потраченное в 2024 и последующих годах. СНЕЖНЫХ ФИГУР Частые магнитные бури предрекают ученые в этом году. Высокая активность Солнца продлится с 2023 по 2025 годы. Так в прошлом только июль обошелся без солнечных возмущений. Однако прогнозировать точные даты вспышек на год вперед ученые не умеют. И сейчас нельзя утверждать, что магнитные бури будут накрывать Землю каждый месяц. Но скорее всего метеозависимым придется нелегко. СНЕЖНЫХ ФИГУР СНЕЖНЫХ ФИГУР СНЕЖНЫХ ФИГУР Субтитры создавал DimaTorzok